При работе с видео довольно часто случается так, что необходимо его перекодировать в другой формат. Но на самом деле для этих целей существует очень мало пригодных для этого программ. Нет, программ-то много, а вот бесплатных и действительно хороших мало. В основном все они платные. Это и Format Factory, и Shampoo Video Converter, и Moavi, Video Master и многие-многие другие. Даже некоторые сайты я посетил, и здесь указан список самых лучших видеоконвертеров. Но на самом деле все они платные, либо же накладывают водяной знак на видео, после 5 минут, а то и меньше. То есть, если вам нужно перекодировать фильм, то вы очень часто будете видеть рекламу, выскакивающую на видео. Вот подобным образом. В данном случае Moavi Video Converter. Сейчас мы будем говорить не о целях перекодировки видео, а о бесплатной, хорошей программе, которая выполняет весь функционал и перекодирует из одного формата к другой, и меняет кодеки, если это необходимо, как звука, так и видеодорожки. В общем, эта программа называется XD4TCP, и программа действительно бесплатная. Несколько раз ее тестировал, проверял, ни вирусов в ней нет, ни рекламы, ничего. Лишь полноценный функционал. Также она портативная версия, устанавливать не надо, что тоже является плюсом. То есть, она очень удобна для быстрой работы. В моем случае у меня была проблема с видео, точнее, с кодеками проигрывателя, который не воспроизводил звук в операционной системе Windows 7. И чтобы не заморачиваться, не искать проигрывателя, я просто перекодировал из-за V-формата в MP4. Вот оригинал. Вот сама программа. Сейчас мы ее немножечко рассмотрим. Прежде чем мы начнем процесс перекодировки с помощью нашей программы, давайте рассмотрим конкретный случай, при котором видео не имеет звука из-за отсутствия каких-либо кодеков в проигрывателе. Вот включим тот фильм, который мы будем перекодировать. Обратите внимание, что звук на ноутбуке настроен полностью. Так же, как и в проигрывателе. Картинка есть. А звука нет. Сейчас приступим к перекодировке, а затем проверим, изменилось ли что-либо. Ну, теперь давайте применим на практике данную программу. Лучше этой программы пока что на данный момент я ничего не нашел. Так, Брендмауэр спрашивает, разрешить проверку обновления, скорее всего. Да, почему бы нет. Итак. Вот сама программа. Интерфейс очень прост. Панель меню. Панель работы с видео. И панель настройки формата и кодеков. То есть здесь мы выбираем разрешение, которое хотим перекодировать в видео. Здесь выбираем формат. Ну и многое другое. Здесь уже подробно расписываются кодеки. Ну давайте, в общем, не затягивать резину. Закинем сюда наше видео, которое нужно перекодировать. Перекодировать нам нужно ее в MP4. Сейчас она прогрузится. То есть выбираем MP4. Оставляем Apple 1080. То есть это обычный 1080 формат. Пока загружается, могу сказать, что здесь все в принципе оставляете так же, если плохо разбираетесь в кодеках. Данные кодеки воспроизводятся практически на всех видеопроигрывателях. Так же и звуковые кодеки. ААС оставляете. Это так же. Ну, насчет качества звука можно и повысить, но оно не изменится. Если оно было хуже, лучше его не сделаешь. Хоть повышай, хоть нет. Ну и в принципе, когда все настроено, можем нажать старт. Это займет какое-то количество времени. И после перекодировки мы получим полноценное перекодированное в другом формате видео, без какой-либо рекламы и водяных знаков. За эту программу никто не попросит своих денег, а так же эта программа не внесет никаких изменений в ваш компьютер, в том числе и опасных для личных данных, то есть вирусов. Конечно же, ссылочки найдете в описании на официальный сайт данной программы. Там можете источать данное ПО. Итак, процесс кодирования подходит к концу. Пока что вы можете посмотреть интерфейс программы во время кодирования. Мы можем посмотреть потоки, то есть видеопоток, аудиопоток, нарезку, главы, если существуют такие метаданные, и информацию о файле. Текущим. Итак, ну что ж, процесс завершен. Вот появился новый файл. Ну и давайте посмотрим на результат кодирования. Вот оригинал фильма, на котором не было звука, а вот перекодированное в данной программе. Надеюсь, что вам слышно, звук есть. Страшную смерть нашел продлитый темный эльф. Также хочу обратить ваше внимание на то, что программа обладает другими функциями. То есть это обрезка видео. Мы можем установить начало подрезки, конец подрезки, вырезать фрагменты. Также мы можем сохранить изображение, которое выбрано на видео. и другие очень удобные функции. Таким образом данная программа полностью справляется со своими задачами, отлично перекодирует видео, не накладывает свою рекламу, а также водяные знаки. Имеет небольшой, но достаточно хороший функционал, достаточный для быстрых решений. Также она меня спасала и в разных других ситуациях. К примеру, в Sony Vegas у меня не открывался файл. После перекодировки все стало нормально. А также была такая задача записать на обычный DVD-проигрыватель диск. К сожалению, MP4 DVD не читал, и поэтому приходилось перекодировать в ВАВИ. Только лишь эта программа спасла меня, так как фильмы длинные, и рекламы в них вставлялось в других программах очень много. Ну и последнее, то что в этой программе никаких нет вирусов. Программа действительно является хорошей. Уважаемые зрители, рекомендую подписаться на наш канал, а также включить оповещение, чтобы не пропускать интересные и полезные ролики, которые мы стараемся выкладывать практически каждый день. Каждый для себя найдет на данном канале много интересного и полезного. Спасибо вам за внимание. Продолжение следует...